Говорят, если не знаешь, куда плыть, то ни один ветер не будет попутным. Я не могу помочь тебе с выбором направления, но могу дать пару советов о том, как управлять своим кораблем более эффективно. Когда дело касается установки целей или задач, то я эмпирическим путем пришел к выводу, что хорошо поставленная цель всегда соответствует трем критериям, трем правилам, которые я назвал правило КОС по первым буквам этих трех правил. Буква К означает, что цель должна быть конкретной, буква О, что она должна быть ограниченной во времени, и буква С, что она должна быть согласованной. Конкретность цели означает возможность выразить ее в виде какого-то конкретного числового значения, которое, в свою очередь, позволит тебе понять, удалось тебе выполнить цель или нет. А если цель подразумевает не дискретное значение, то есть выполнил или нет, а какое-то континуумное значение, то ты сможешь понять, насколько хорошо ты выполнил или не выполнил свою цель. Другое полезное свойство конкретности – это измеримость. То есть каждый день, каждый шаг ты будешь понимать, становишься ли ты ближе к своей цели или дальше от нее. Посмотрим на примерах конкретных и неконкретных целей, которые преследуют получение одного и того же результата. Например, цель похудеть – это неконкретная цель. Цель стать сильнее – это неконкретная цель. Цель больше путешествовать – это неконкретная цель. В то же время, похудеть на 5 килограммов – это конкретная цель. Научиться потягиваться 20 раз – это конкретная цель. Посетить 5 стран – это конкретная цель. Если в первом случае вы понятия не имеете, когда вы достигнете эту цель, и движетесь ли вы ближе к этой цели или дальше, то во втором вы можете четко отследить. Если вы с течением недели, месяца смогли похудеть на килограмм, вы стали ближе к своей цели. Если вы, наоборот, поправились, вы стали дальше от нее. Если вы время от времени тестируете свои максимумы в подтягиваниях, и раньше вы подтягивались 10 раз, а теперь вы подтягиваете 13, вы стали ближе к своей цели. Если вы стали подтягиваться меньше по каким-либо причинам, вы стали от нее дальше. И так везде. То есть конкретность – это очень важное свойство цели, на которое всегда нужно обращать внимание. Двигаемся дальше. Ограниченность во времени. О, это прекрасная вещь. Очень часто люди не обращают внимание на то, что какая-то цель или задача не ограничена во времени. То есть она конкретно, да, нужно что-то сделать, что можно измерить, но она не ограничена во времени. И это второй важный момент, на который вам всегда нужно обращать внимание, когда вы ставите перед собой какую-то цель. Вы должны следить за тем, чтобы она была ограничена во времени. Это очень важное качество, если вы хотите добиваться результата. Возвращаясь к предыдущим примерам. Цель похудеть на 5 килограмм хорошая, она конкретная. Но до тех пор, пока вы не поставите перед собой временные рамки, она будет не очень эффективной. Когда вы знаете, что вам просто нужно похудеть на 5 килограмм, когда-нибудь это может быть произойдет, у вас нет стимула для того, чтобы двигаться. У вас нет стимула набирать скорость, стремиться к результату. Если же вы ставите перед собой цель ограниченного времени, например, похудеть на 5 килограммов до конца года, научиться делать 20 потягиваний до конца лета, то помимо того, что вы время от времени смотрите, движетесь ли вы ближе к цели или дальше, вы начинаете играть против времени. Каждый прожитый момент либо приближает вас к желаемой цели, либо отдаляет от нее. И в следующий раз, когда вы будете думать, пойти мне сегодня на тренировку или нет, в случае, если ваша цель ограничена во времени, вы будете знать, каждая пропущенная тренировка отдаляет вас от вашей цели. Так же, как и вот этот вкусный тортик, который вы хотите съесть, отдаляет вас от цели похудеть. Это очень важный момент, на который всегда надо обращать внимание. Таким образом, у нас уже два момента. Во-первых, цель должна быть конкретной, выраженной в цифрах. Во-вторых, она должна быть ограничена во времени, чтобы вы точно знали, к какому моменту эта цель должна быть достигнута. Момент номер три. Согласованность. Прекрасное качество, о котором очень, очень, очень многие люди забывают, когда ставят перед собой ни одну, ни две, а пять, там, десять целей. Начинают разбрасываться по разным вещам. И не забывают о том, что цели должны быть согласованными. Что это значит? Покажу на простом примере. Допустим, в этом году я хочу до конца года скопить миллион рублей. Неплохая цель, я думаю, многие с радостью ее разделят. И для этого, соответственно, мне нужно откладывать часть зарплаты, накапливать деньги, чтобы в конце года у меня был миллион рублей. А потом я решаю поставить перед собой другую цель. Допустим, посетить пять стран. Хочу путешествовать. Почему бы нет? Посмотреть мир. Это интересно. И вот здесь возникает одна маленькая проблема в том, что эти две цели не согласованы между собой. Потому что для того, чтобы путешествовать, мне надо тратить деньги. А для того, чтобы накопить миллион, мне надо их откладывать и не тратить. Если говорить все о более спортивных вещах, все-таки у нас тематика канала немного более в сторону спорта. Допустим, вы хотите набрать мышечную массу. Это будет одна цель. Прибавить там пять килограмм мышечной массы. Хотите. Не знаю зачем. И ваша вторая цель – это делать много повторений там на турнике, на брусьях, научиться делать всякие элементы, динамику, статику. Не важно. Суть в том, что чем вы тяжелее, тем все будет вам даваться сложнее и сложнее. А чем вы легче, тем вы будете дальше находиться от той цели, которую вы поставили перед собой в плане набора массы. Эти две цели, они противоположны друг другу. И ничего с этим не сделать, кроме как расставить приоритеты. В своем видео про управление временем я немного рассказывал о том, как расставлять приоритеты, выбирать между двумя целями первостепенную, ту, которую вы будете добиваться в первую очередь. Потому что пытаться гнаться за двумя зайцами, как нам гласит народная мудрость, это не очень умное решение. Не нужно раскидываться, потому что в конечном итоге, скорее всего, вы не добьетесь ни одной из этих целей. И в этом плане не нужно смотреть на интернет. Очень многие допускают ошибку, потому что они смотрят ролики в интернете, где там Петя, Ваня, Маша, неважно, ставят перед собой сразу десяток целей, досягают их все. Я не думаю, что они могут то же самое сделать. Нет, ребята, прелесть интернета в том, что вы видите только успешные ролики. Вы не видите сотни и тысячи ребят, которые делали то же самое, они также ставили несогласованные между собой цели и ничего не достигали. Я не говорю сейчас о том, что нужно ограничиться одной единственной целью. Нет, целей может быть несколько, но они должны быть согласованы между собой. То есть, если вы работаете на выносливость, окей, вы можете работать над выносливостью и на турнике, и на брусьях, и в отжиманиях от пола, и так далее. Если вы работаете на элементах, выбирайте те элементы, которые согласуются между собой, которые помогают изучать друг друга. Например, драконий флаг и передний виз. Это два разных элемента, но они очень похожи в плане подготовки, в плане тренировки, в плане нагрузки на ваши мышцы. То есть, тренируя одно, вы будете прогрессировать в другом. Комбинируйте, получаете эффект синергии и достигаете результатов. Таким образом, резюмируя сегодняшнее видео, есть три главных правила, три критерия хорошей, хорошо поставленной цели. Во-первых, она должна быть конкретной. Во-вторых, она должна быть ограничена во времени. И в-третье, она должна быть согласована с другими вашими целями, с образом жизни и с разными другими факторами, которые могут на нее повлиять. Говорят, что правильно поставленная цель — это уже половина дела. Если вы будете ставить свои цели в соответствии с этими тремя критериями, можете быть уверены, шансы на их успешную реализацию многократно возрастают. На этом все на сегодня. Надеюсь, что никто не ожидал какого-то безумного откровения от меня, потому что в деле постановки цели, в деле управления собой, управления другими людьми нет ничего сложного или секретного тайного. Нет, все очень просто, все уже давно известно. Остается только это все применять и получать результаты. Кстати, пишите в комментариях, какие цели вы ставите перед собой на этот год. Было бы интересно узнать, чем живут подписчики нашего канала. С вами был Антон Кучумов. На этом все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok